Космические ведомства России и США пытаются отследить сотни космических обломков, которые возникли в результате столкновения на орбите американского и российского спутников. Первое в истории орбитальное ДТП произошло над Сибирью 10 февраля около 8 часов вечера по московскому времени. В результате столкновения образовались как минимум два больших облака обломков. Но два последних самых массовых разрушения, которые мы видели в январе 2007 года, когда китайцы перехватили свой спутник на высоте 850 километров, и вот нынешние на высоте 780. В результате каждого из них будет со временем, когда обломки разбредутся каждый по своей орбите, когда они расползутся вокруг Земли, образуется такой маленький искусственный метеоритный, нельзя сказать, пояс, скорее, слой. Как сообщает агентство «Регнум», Пентагон признал, что ошибся в расчётах траектории американского коммерческого спутника. Он заявил, что столкновение с российским военным аппаратом «Космос» стало неожиданностью и говорит о том, что странам необходимо тесно сотрудничать по вопросам «Космоса». Согласно Центру управления полётами, было отслежено около 600 новых обломков. Размер некоторых из них менее 10 сантиметров. И это не говоря уже о 18 тысячах ранее зарегистрированных объектах космического мусора. Первоочередной задачей является защита МКС, чья орбита на 350 километров ниже высоты столкновения. В настоящее время на борту станции находятся один российский и двое американских астронавтов. Орбита МКС может быть изменена с Земли, но даже маленький кусок обломка может стать причиной серьёзных повреждений. Как прокомментировал случившийся представитель американского правительства, пожелавший остаться неизвестным, ничто не указывает на то, что действия какой-либо из сторон были преднамеренными.